Ну что, давай к нашей беседе подключать Сергея Бульбу, это белорусский общественный деятель, организатор Белого Легиона. Сергей, добрый вечер, рады вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер, витаю вас. Витаем. И мы вас навзаим. Вы скажите, пожалуйста, что означает вот эта переброска ракет, о которой мы сейчас говорим, с Беларуси, как раз по информации расследователей из белорусского Гаюна, предполагают, что вывозятся ракеты на территорию сейчас неподконтрольную Украине, Донецк, Луганск. Зачем этот маневр делается у России, что свои заканчиваются, что берет уже белорусские? Во-первых, это не белорусские. Давайте реально смотреть. Где-то в середине лета, когда планировался, была заявлена конференция с участием Путина, в ходу региональной конференции, россияне именно через этот же аэропорт Мачулище, они как раз этими самыми транспортной авиацией, и доставили эти комплексы С-300, С-400 и частичные ракеты для Искандера. Был там же такой странный момент. Они не доверяют на сегодняшний день белорусам, ни гражданским, ни военным. Что-то, когда они выгружали, в общем-то, они гасили свет во всем аэропорту. Обычно такое вояки делают, когда они не хотят видеть, чтобы никто не видел, что на самом деле там выгружается. Сейчас происходит обратный процесс. Соответственно, Путин тогда не приехал, они на этот законодатель сказали, что нужно закрыть небо перед его приездом. Он не приехал, и те ракеты раскидали тогда по нашей информации, как раз вот на Зябровку часть завезли, ну и часть, видимо, там же в Мачулищах останутся. Сейчас они это дело все забирают, потому что я не исключаю, что им эти ракеты именно нужны по целевому назначению. С-300 и С-400 — это комплексы противовоздушной обороны. Советские зенитно-ракетные комплексы, они характерны тем, что они изначально по ТУ, они разрабатывались именно для использования не только в режиме «Земля-воздух», но и в режиме «Земля-земля». Понимаете, в стандартной комплектации, что называется, в базовой, комплексе С-300 ракета летит на 70 километров. То есть от нее, по сути, в общем-то, эффективность для применения по наземным целям, она, в общем-то, не очень. В более новых модификациях эта ракета, в общем-то, может лететь и на 300 километров. Но, опять же, ну, с моей точки зрения, все-таки они забирают противовоздушные ракеты и, возможно, сами комплексы начнут забирать из понимания, что у их территории есть серьезная угроза. Они, наоборот, по-моему, готовятся защищаться от украинцев. Это не касается, конечно, «Искандеры». «Искандеры» могут запускаться, да, из любого места. Но, опять же, по нашей информации, что они проверяли, в общем-то, свои стартовые площадки. Они когда с белорусской территории работали «Искандерами», у них было несколько площадок там возле Мозыря, то вот, ну, вот, по нашей информации, они смогли. Мы делали туда выезд, как бы сверялись, но оттуда пока, пусто, не производились. А чем это все-таки связано, конкретно, переброска с военной точки зрения? Есть риск, возможно, который предполагают российские спецслужбы о том, что эти пункты дислоцирования ракет в Беларуси могут быть поражены? Или как, вот, с точки зрения военной? В том числе. Потому что, смотрите, что «Зябровка», что «Лунинец», это два аэродрома старых советских, ну, примерно, как у вас, «Застамель», Киево, заброшенные старые аэропорты. Они начали их не реанимацию, они начали, в общем-то, полностью ремонтировать их. Что было для меня, в общем-то, удивительно, то, что эта работа не прекращалась, в общем-то, ни на день. И еще, собственно, с начала года и с начала оккупации, с начала вот этой волны оккупации. То есть это говорило о том, что у Русаков существует какой-то, в общем-то, план, который они продолжают осуществлять. Независимо от того, что, ну, 30 километров, в общем-то, Украина могла и без хаймерсов накрыть, собственно говоря, «Зябровку». А с хаймерсами, то теперь это, в общем-то, я так понимаю, не составляет никакого труда. То есть, в том числе, возможно, россияне понимают, что Украина когда-нибудь создаст терпение, и Украина ответит по российским объектам на белорусской территории. Скажите, пожалуйста, вот касаемо терпения и касаемо мобилизации, похоже, что россияне не хотят уже идти на войну за Путина, и по новым планам Москвы это мобилизовать белорусов. Появилась новость буквально недавно о том, что в Беларуси готовятся к такой мобилизации, и была запланирована печать 50 тысяч бланков приписных, об этом сообщает Генштаб. Скажите, пожалуйста, чувствуется ли уже эта подготовка на бытовом уровне среди людей? Вы знаете, во-первых, специалистов сразу, как бы их, да, призвали на сборы, вот ассоциацию воинов-спецназа собирали, их сразу открепили, что называется, от военкоматов, и сразу закрепили за их воинскими частями, чтобы уже в случае мобилизации, чтобы они знали, куда им приходить, то есть убрали лишнее звено, чтобы, с одной стороны, не терять время. С другой стороны, нужно понимать, что уже несколько подряд совещаний высшего командного состава Беларуси проходят под лейтмотивом идеи о том, что они должны будут противостоять Западу. То есть при всей, вот казалось бы, абсурдности, умные люди, которые заканчивали академии, а кто и не одну, полковники, генералы всерьез обсуждают, они же настолько сами себя убедили, что будет война с Западом. Мне сначала казалось, что это все-таки чисто для пропаганды перед Путиным, что Лукашенко, доказывая свою необходимость Путина, рассказывал о том, что Владимир Владимирович, мы покроем там вас с Запада, если вдруг что. Но вот то, что сейчас, они, по-моему, уже сами себя-то поверили о том, что Запад реально чем-то урожает, и Запад чуть ли не собирается беларусь не захватывать. Эта же тенденция, собственно говоря, уже дошла до волна и до среднего офицерства, но среднее офицерство, оно как-то среднее и младшее более взволновано, скажем так, той информацией, что Украина все-таки может победить Россию, соответственно, понимают, что Украина может зачистить Беларусь. Для них это тревожно, потому что, ну, они, собственно говоря, у нас полицейских государств 25 лет встроились, они к нас привыкли только гражданских, собственно говоря, распонять их, бить и частично даже убивать им, и это разрешалось. А тут, когда они понимают, что, в общем-то, придут люди, в том числе, они имеют информацию, что среди тех беларусов, которые воюют на стороне Украины, есть ихние, скажем так, ну, спецы из их же подразделений, то есть и из Альфы, и из Алмаза, и из 32-14, это часть внутренних войск, часть спецназа, вот это их очень волнует. И они понимают, что если те придут, то это уже, да, это не тех гражданских, которых они гоняли на митинге. Сергей, ну как вы считаете, могут ли, вот, допустим, под тот же плановый осенний призыв, которым его нарек Вольфович, это секретарь совбеза Беларуси, а, например, действительно, собрать желающих воевать на стороне российской армии, потому что очевидно, что Путин сейчас подключает абсолютно все ресурсы, и зэков, и мобилизация проводится, и ЧВК Вагнер получает, ну, просто неимоверное влияние сейчас на территории России. Вот этот, например, осенний призыв, он может стать тем ключиком, через который беларусы попадут все-таки в большем количестве на фронт. Смотрите, пока осенний призыв, потому что по срочникам он, в общем-то, не превышает. Если превышает, то, в общем-то, по минимуму, в общем-то, обычно стандартные ежегодные, это раз. Поэтому, в общем-то, говорить о чем-то чрезвычайном не приходится. Скорее, чрезвычайно может говорить о том, что медицинско-санитарным службам рекомендована, как бы, сверху спущена команда, пересмотреть свои нормативы по тем, кто может комиссоваться. То есть максимально, в общем-то, будут стараться расширить эти нормы тех, кто раньше какие-то виды там, в общем-то, физические недостатки или прочее, то, что раньше служило основанием для то, что называется откатиться от армии, сейчас это не будет учитываться. То есть тенденция есть, что как бы побольше грести. Плюс к этому, вот, на последнем совещании высшего командного состава был разговор о том, чтобы максимально мотивировать и уговаривать служивших солдат оставаться на контракте. То есть что-то, в общем-то, какая-то подготовка есть, но эта подготовка со стороны белорусов, в том числе, в первую очередь, может говорить о том, что они остерегаются, опять-таки, что Украина пойдет защищать Беларусь после того, как, в общем-то, выгонят россиян с своей территории. Не вижу я варианта, честно, извините, да, того, что россияне снова попробуют пойти на Киев. Это абсолютно абсурд. Абсолютно абсурд. Тогда у них был козырь. Козырь в виде вот этого аэропорта, стамель, который был под Киевом забыт. Сейчас такого козыря нету, а для того, чтобы пойти широким фронтом, нужно ждать, пока те же болота замерзнут, те же речки замерзнут. Потому что идти по асфальтовой трассе, очевидно, что она изаминирована и пристреляна артиллерии украинской, они станут легкой добычей. Для того, чтобы даже учитывать, что если Украина на этом направлении держит 15-20 тысяч, то им нужно собрать 80-100. Ну, если учитывать еще, что министр обороны давал слово офицера, нашему министру обороны, своему коллеге Алексею Резникову, что вторжения не будет накануне вторжения, то, в принципе, неудивительно, что Украина готовит сейчас очень серьезную оборонительную стену вокруг границы с Беларусью. Напомню, что это протяженность около тысячи километров, очень длинная, несмотря на болотистую местность территория. В том числе и происходит минирование, и, как передают белорусской стороны, даже объекты инфраструктуры разбиваются, и все переправы также уничтожаются, чтобы не могли пройти пехотинцы. Как вы считаете, построение этого сооружения и вообще укрепление границы как-то уменьшает желание белорусских военных переходить? Это влияет все-таки на них психологически? Ну, они понимают, что, в общем-то, что их там ждут, поэтому они особого рвения не испытывают, честно. Вообще, белорусы, офицеры, они не перед любой войной не испытывают, как бы так, такого рьяного желания все бросить. Потому что, ну, не воевали они никогда ни с кем. Как бы более-менее, в общем-то, в силах специальных операций, это три бригады основные, и там, и то, среди тех офицеров, ну, как бы процентов 30, которые поддерживают действия россиян и под влиянием находится этого русского мира, вот они якобы к чему-то готовы. Но мне кажется, что это больше бравада, чем реальность. Как только появятся первые 200, по-моему, это чем-то Лукашенко, да, он же сказал, что полное содействие, полностью обеспечивает, полностью помогает всем, чем можем. Поэтому, ну, и совместная группировка войск, она и обязывает к тому, что полностью, в общем-то... Понятно. Вы знаете, вот буквально несколько минут назад поступила новость о том, что две, что ракеты были, упали на территории Польши, есть две жертвы, и пример страны Польши собрал экстренное совещание. За ситуацией, конечно же, сейчас наблюдают все с особым вниманием, но похоже, что ситуация разворачивается совершенно кардинально другим образом, и Белоруссия чуть ли не оказывается втянутой в эту войну. Может быть, это и связано, с этим и связана вот эта мобилизация, которая проходит, и может быть, даже попытки чувака Вагнер пройтись по белорусским тюрмам, это тоже еще одна попытка собрать как можно большее количество военнослужащих. Скажите, пожалуйста, как вы эту ситуацию оцениваете? Вот это попадание на территорию Польши, это уже новый поворот войне, или же какие-то, возможно, еще другие развития событий? Ну, возможно, я надеюсь, это пока технически такие же, в общем-то, недокладности, как это русские. Ну, я думаю, понимаете, недокладность, да. Так же, как в Молдову прилетела ракета. Как просчет, скажем так. Да, да, да. Смотрите, в общем-то, еще с лета шли разговоры о том, что Путин заинтересован в локальном конфликте Беларусь, страна НАТО. И, в общем-то, возможно, поэтому, собственно, белорусские офицеры их, по-моему, готовят, что все-таки будет какой-то конфликт с Западом. Потому что, смотрите, сейчас пошла снова резкая эскалация, а в Минске опять появилась куча иностранцев, именно из арабских стран, которые, собственно говоря, которые готовят к переброске нелегалами на Польшу. С 10 по 13 число, по-моему, Польша отловила нелегалов, которые пересекали там через реки. Каким-то образом еще Польша ведь тоже установила на границе давно с Белоруссией, установила пятиметровый забор. То есть они вот какими-то реками, болотами, они также... Ну и Польша говорит о то ли 238 буквально за три дня. То есть пошла резкая эскалация по количеству людей, желающих проникнуть нелегально. Сергей, я все-таки у вас... То есть Путин, видимо... Да, да, да. Я прошу прощения, я все-таки уточню, потому что, ну, события все-таки не рядового характера. Вот сейчас можем показать фотографию на экране из телеграм-каналов. Вот так выглядит место попадания как раз рядом с украинско-польской границей. И что самое важное, что в результате попадания погибли двое людей. Об этом сообщают сейчас СМИ. Поэтому гибель двух человек, если она таки подтвердится, ну, должна будет все-таки быть реакция Польши, а возможно даже и НАТО на это событие. Это уже, знаете, там техническое, не техническое. Отвечать придется, согласитесь. Да, да, конечно, согласен. Нельзя исключать, что это, в общем-то, любимая путинская промоцовка, так называемая, да. Под видом ошибки, да, что-то сделать и потом изучать реакцию, как отреагируют. Да, напомню, что польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашов-Любельский. На место прибыла армия и прокуратура. Сейчас выясняются подробности этих происшествий. Ну и опять-таки, да, вопрос о том, будет ли применена пятая статья НАТО о нападении на страну-члена этого альянса, пока непонятно. Будем следить в любом случае за тем, как польские СМИ отреагируют. И спасибо вам за то, что вот вы первым прокомментировали это, ну, действительно, наверное, поворотное в какой-то мере событие в ходе этой российско-украинской войны. Огромное вам спасибо, Сергей. Спасибо. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Напомню нашей аудитории, что с нами Сергей Бульба был белорусский общественный деятель, организатор Белого Легиона в прямом эфире на канале Freedom.